Всем привет, меня зовут Ника, я опять болею. Вот я не записывала видосы сколько, ну пару недель и уже очень необычно. Да, я очень часто болею, меня очень сильно это бесит. Не надо писать мне коммент об этом, я знаю. Всё, давайте переходим к вопросам. Это Q&A номер 15. И у этого видео есть спонсор. Это сеть книжных магазинов Читай Город. Что ты думаешь о Makeup Empowerment? Своё отношение к макияжу и косметике я довольно подробно рассказала в интервью Вандерзину про косметику. Вот. Ссылку я размещу в описании. Если кратко, то я отношусь к макияжу как к чему-то, что может использоваться как для empowerment, так и для навязывания каких-то стандартов. For good and for evil. И это очень интерсекциональный вопрос, потому что для одного человека макияж будет каким-то навязыванием патриархальных штук, типа там красная помада и каблучки макияж и всё такое. А для другого человека, у кого, например, в семье заставляли девочек быть очень целомудренными и, типа, правильными и хорошими, и запрещали краситься как проститутка, для них это может быть освобождением и, как бы, борьбой против системы, которая их сладшемит и не даёт им как-то выглядеть так, как они хотят. В общем, роль макияжа в жизни человека очень сильно зависит от опыта именно этого человека. И, посмотрев извне, как бы, на кого-то, нельзя сказать, что, типа, ох ты, подстилка патриархата накрасилась ярко, или не красишься, ты, наверное, феминистка. Это всё, как бы, нет никаких готовых рецептов тут. Я надеюсь, что вы это слышали. Нужно просто не судить людей по внешности и уважать право людей распоряжаться своей внешностью как угодно, а касательно себя, с одной стороны, делать то, что хочется, с другой стороны, критически осмысливать свои практики и свои представления о красоте, свободе, empowerment, обо всём вообще, просто обо всём. Не жалеешь ли ты, что взяла Сомика? Чем, кажется, обидела Элечку? To tell you the truth. Быть мамой тяжело. Когда всё было совсем плохо в начале, то Эля постоянно сидела на шкафу, боялась ходить в туалет, боялась кушать. Было ужасно. У меня разрывалось сердце, и я, ну, хотела, думала о том, что если это продлится, и там ещё несколько недель, мне придётся найти Сомику хорошую другую семью, потому что я не могу просто внезапно пожертвовать интересами и well-being своего от первого ребёнка. Но всё становится лучше постепенно. Они уже могут сидеть рядом, хотя Эля всё ещё на него шипит, но она уже спускается периодически на землю, гуляет там по квартире, кушает. Она может мимо него пройти, чтобы покушать. Там, она пока очень плохо ходит в туалет, и, к сожалению, она предпочитает, вместо того, чтобы мучиться идти в ванную, вот один из этих ящиков. Это уже произошло два раза. Какими словами можно оскорбить человека так, чтобы это не было эйблизмом? Яма. Грязевая. Какашка. Гад. Сопля. Будет ли продолжение пёси в плане дальнейших узинов? Да, конечно, я хочу продолжать рисовать пёсю и Лизе, и будут продолжения попозже. Но. Но пёся, который вот книжка, он у меня издался новым тиражом, в котором немножечко я изменила кое-чё внутри, не скажу. Но немножечко совсем. Он всё ещё продаётся по всей России, в том числе в сети магазинов Читай-город. Читай-город — это сеть книжных магазинов с доставкой по всей России, и у них где-то 392, по-моему, магазина по всей стране в разных городах. Кроме книг, там ещё продаётся канцелярия и товары для художников, и много вообще разных штук, вот. Если вы соберётесь там что-нибудь покупать, то можете воспользоваться купоном Никсель-пиксель. Он даёт скидку 10%, и этот купон будет действовать две недели, начиная с этого дня. Ссылку на Читай-город я размещу в описании видео. Помимо Пёси, обратите внимание вот на эти комиксы, Шансы. Маус — очень крутой комикс про Холокост. Блэк Сэд — это такой нуар-комикс про кота-детектива. Я читала его, наверное, на втором курсе, типа вообще очень давно. Но я помню, что мне он очень понравился, и он очень-очень классно нарисован. И Персеполис — ещё очень классный комикс. По нему ещё сделали такой же классный мультик. Вот. Рекомендую вам очень сильно. Как относиться к фильмам, музыке, книгам и другим произведениям искусства, созданным и влечёнными в домогательствах и изнасилованиях людьми? Я не понимаю, как отделять искусство от автора. Возможно ли это, правильно ли это и нужно ли это. Я, по большей части, не отделяю автора от произведения. То есть для меня это вот не отдельные две вещи, а как будто бы как внешность человека и внутренность. И у меня, по большей части, никогда с этим не возникало проблем, потому что я не люблю очень сильно такой прям большой огненной любовью многих людей и авторов, там, музыкантов, актёров, режиссёров. Поэтому, когда я узнаю какую-то жесть про вот людей, то мне не очень тяжело отказываться от того, чтобы поддерживать этого человека. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы ознакомиться с творчеством, но, по большей части, я просто заметила, что мой эмоциональный отклик, ну, негативный, типа, мне не хочется этого делать. Если тебе хочется, конечно, делай, что тебе хочется. Но мне кажется, что есть разница между тем, что ты смотришь, что тебе хочется, и, допустим, отделяешь автора от произведения, если тебе хочется, и тем, что ты об этом говоришь в таких, в публичном поле, как-то пытаясь оправдать человека или, как бы, смещая ракурс внимания с его действий, из-за которых там осудили на творчество, противопоставляя всё это, сравнивая или как-то упоминая в двух местах. То есть одно дело, если я буду продолжать смотреть фильмы Вуди Алина и молчать об этом, да? А другое дело, если я буду постоянно, как бы, вот этот дискурс продвигать про то, что да, он, конечно же, ужасный крип, но вот фильмы, но, но, а да, но. Вот, и вот это да, но, вот этот вот весь дискурс, мне кажется, очень мерзкий, потому что все эти вопросы про домогательство, изнасилование и другие всякие жёсткие штуки, они как вещь отдельная должны быть, и они должны обсуждаться не в противопоставлении с искусством, они должны обсуждаться вот сами по себе, и не должно быть никогда вот этого противопоставления, потому что оно как будто бы нивелирует важность вот этого всего, вот этих ужасных вещей. Когда вскрылась вся эта история про пауэрботом, вот тогда, наверное, мне было очень плохо и грустно, и мне было очень тяжело разделять, и иногда, например, я слушаю их альбом новый, и я помню, что я его в Берлине слушала и полностью прям абстрагировалась от того, кто это вообще и в чём их уличили, но больше я не слушала, и после этого я начала более активно искать другие группы, которые я хотела бы так же сильно полюбить, как я полюбила их. Ну и, обе, если, типа, неправильно продолжать публично поддерживать людей, которые сделали какую-то хуйню, потому что это помогает им, как бы, зарабатывать деньги и быть популярными, это легитимизирует их, и мне кажется, что так делать не нужно. Почему ты так редко выпускаешь видео, ведь ты уволилась, чтобы выпускать видосики чаще? Мне не очень комфортно от того, что люди могут думать, что я уволилась для того, чтобы снимать больше или, там, круче, выше. Нет, я уволилась, чтобы делать всё абсолютно то же самое, чем, что я делала раньше, но при этом, чтобы я могла ещё и жить, и высыпаться, кушать хорошо, потому что в последние два года у меня очень сильно ухудшилось здоровье, и уминетет упал из-за того, что я не успевала нормально есть, я не могла нормально ходить в магазин, покупать нормальные вещи, там, готовить еду себе, я не высыпалась абсолютно, я только сейчас познала этот чудесный мир, когда можно спать, там, 7-8 часов спокойно, и когда можно посмотреть фильм. Раньше я даже вообще не успевала этого, я теперь даже пару раз до, там, около Нового года я даже в компьютер поиграла, а такого вообще не было. Я немножечко говорила об этом в подкасте с Кириллом Скобелевым, можете посмотреть, послушать у него. В общем, да, я уволилась для того, чтобы не быть постоянно полумёртвым ежом, таким, и жить, а не выживать. Ну, и плюс к этому у меня происходит всё ещё некая адаптация к моей новой жизни, потому что я никогда не была раньше фрилансеркой, и мне всего 24, я только учусь зарабатывать самой, там, находить какие-то проекты, балансировать вот это вот. Наверное, многие люди об этом не думают, когда думают про других людей, потому что у них свои проблемы есть, но, блин, я... I'm a small person alone in this country, я всё ещё figuring it out. Вот так вот. Расскажи про отношения. Как найти адекватного парня без маскулинной хуйни в голове? Наверное, имеются в виду всякие сексистские идеи и токсичная маскулинность. Если что, маскулинность и токсичная маскулинность — это две разные вещи. Токсичная маскулинность — это все вот эти сексистские патриархальные установки и представления о маскулинности. Тут есть у меня такая грустная новость для тебя, из которой я хочу, чтобы ты не делала грустный вывод. Сейчас вот, значит, какая новость, что абсолютно у всех мужчин, у всех женщин, у всех небинарных людей, у всех людей на этой планете есть сексистские установки и вот эта токсичная маскулинная фигня в голове. И это всегда будет в том, что, блин, мы живём в этом обществе, мы растём, это всё усваиваем, и всё, что мы можем — это потихоньку-потихоньку из себя это вытаскивать, проблематизировать, подвергать анализу, вот. И очень круто, когда человек это делает, когда человек умеет с тобой копаться у себя в голове, обсуждать все эти вещи, говорить «да, да, это, наверное, не клёво, да, я так не хочу говорить, да, логично», типа, это, ну, там, читать что-то, изучать. И обычно вот это уже очень клёвый показатель, что человек крутой, и этого очень мало людей умеет это делать. Грустный вывод, который ты могла бы сделать, это то, что вообще бессмысленно что-либо делать, и бессмысленно искать какого-то клёвого чувака или... Ну да, тебя интересуют парни. Бессмысленно искать какого-то клёвого чувака без этой фигни в голове, потому что все такие. Нет, не бессмысленно. Людей, которые действительно готовы от этого избавляться, и это критически осмысливать, мало, и их нужно искать. Обычно это видно. Обычно, ну, когда ты поднимаешь эти темы, просто, ну, обсуждай эти вопросы с парнями, не бойся, и ты увидишь, как люди могут по-разному реагировать. У тебя пупок внутрь или наружу? У меня пупок внутрь. Что же всё-таки не так со Зверополисом? Или Зверополисом? Блин, я хотела сделать нормальное видео, где всё объясняю. Короче, суть в том, что там перепутано всё, перепукано, и поинт про дискриминацию вообще не доносится, потому что там берутся животные, берутся травоядные и хищники, которые, как бы, изначально с рождения неравны, и между ними вот есть вот это вот, как бы, угнетение травоядных хищниками, оно врождённое. Поэтому уже это не позволяет нам сравнивать это с людьми, потому что никакого врождённого неравенства или угнетения, расстановки сил между мужчинами и женщинами, или между темнокожими и светлокожими людьми не существует. Всё, на этом уже всё рушится, но давайте продвинемся дальше. Травоядные, они там в большинстве, хищники — это меньшинство, то есть их почему-то дискриминируют, если они меньшинство. Но при этом травоядная зайка по квоте получила работу в полицейском участке, хотя квоты — это инструмент борьбы с дискриминацией. Но как может быть борьба с дискриминацией, если травоядные — это большинство, а не меньшинство, и их не дискриминируют? И вот это всё так странно! И вот эта вся история, как бы, с того, что вот она по квоте туда поступила, пришла на работу, где все такие, типа, мужики, и такие все мускулинные качки, она такая маленькая, это всё похоже на сексизм. И вот она, типа, женщина, а эти все, там, мужики, но потом делаются всякие отсылки к расизму и к тому, что, типа, этот хищник говорит, что вот, вы думаете, что мы животные все, а так говорят, типа, про темнокожих, что якобы они, ну, их сексуализируют, их называют животными, вообще какая-то жесть. И этот чувак, вот этот лис, он как-то, как-то, вот, продвигает вот это всё, вот, ну, вот эти все, все вот эти идеи, как-то говорит, которые заставляют думать, что он, типа, якобы темнокожий, и их угнетают, и они в меньшинстве, а вот эта зайка, типа, это светлокожее население, ну, белое население. Но это всё ломается, потому что он действительно хищник, и он врождённый, действительно агрессивный, и он действительно... Это природа его, он действительно должен жрать зайку. Короче, все проблемы здесь, в этом мультике, из-за того, что животных сравнивают с людьми, вот. Между нами нет никаких динамик таких, как между хищниками и травоядными. Поэтому я вообще не знаю, какие выводы должны сделать дети о расизме и о сексизме, и о дискриминации на основе этого мультика. Вопрос, который меня волнует, ты можешь что-то сказать о тех обвинениях, которые тебе предъявляют, мол, дружишь с насильниками, и т.п. Хочется знать, правда, слухи или нет, почему люди такое говорят. Вы, наверное, смотрели моё видео Draw My Life, в котором я сказала то, что у меня был первый парень Паша, с которым мы расстались друзьями и в хороших отношениях. И я там сказала, что мы дружим до сих пор. Что значит эта фраза? Она не значит, что мы с ним видимся, общаемся, и то, что мы действительно, как бы, друзья в том понимании, как вот мои друзья, которых вы направите в моём инстаграме. Эта фраза значит, что мы, типа, не посрались после расставания, и мне было важно об этом рассказать так, чтобы показать, что не всегда нужно, как бы, сраться со своими бывшими, ненавидеть их. И мне просто не нравится очень сильно вот этот стереотип и в культуре вот эта идея, что, типа, бывшие пошли они нахуй. И я очень радуюсь, когда у меня получается расставаться с человеком на уважительных каких-то нотах. Вот. И поэтому я сказала так. Но, естественно, это не значит, что мы даже с ним не переписываемся, не видимся, как бы, и с ним не общаемся. Конечно же, мы два совершенно отдельных человека, и наши жизни не пересекаются. Но вот я сказала эту фразу, и это видео посмотрела девочка, которая встречалась с этим человеком, и у них были абьюзивные отношения, и он применял к ней физическое насилие. Я ничего этого не знала. И когда я увидела, что эта девочка распространяет про меня такие слухи, я написала ей. И спустя какое-то время мы смогли друг друга понять и услышать, и она мне все это рассказала. И сейчас мы с ней нормально общаемся. Ну, опять же, не то, чтобы мы с ней дружим и общаемся, но мы иногда переписываемся. Вот. Я не знаю ее лично, только онлайн. Короче, она мне все рассказала, я ей все рассказала, мы друг друга поняли. Почему она это все постила про меня? Ну, наверное, потому что ей было очень обидно, и когда она неправильно меня поняла. В ее голове ее воспоминания о том, что делал с ней этот человек, и мои вот эти слова, хоть это и старое видео, но все это как бы сложилось в такую совершенно ебанутую картинку, и я полностью это понимаю. Касательно других обвинений, нет, я не срисовывала песю с других персонажей, и я даже не смотрела никогда мультик про гамбола, и эту форму головы можно увидеть у кучи разных иллюстраторов и в куче разных мультиков. Даже, например, у Стивена Юниверса такая же форма головы. Да, я даже не смотрела этот мультик, и, естественно, ни у кого я ничего не срисовывала, и так можно сказать, что Джейк срисован с Плута, это толстый Плута, и, не знаю, Джейк это Плута плюс Гомер Симпсон. Короче, да, все обвинения в том, что я там сплагиатила песю, это, ну, просто троллинг. Если вы видите в интернете еще какие-то слухи про меня, то я могу вам посоветовать вчитываться и вчитываться в контекст, посмотреть, кто это постит, какие там еще комменты, и делать вывод относительно того, кто это пишет, зачем и, ну, как бы критически все это осмысливать, потому что я, да, я не адресую это часто, но, блин, вы знаете, что у меня много хейтеров, и на мои видео там снимают всякие видео, и с этим ничего уже нельзя поделать, как бы интернет — это токсичная очень среда, в которой есть очень много токсичных, дурацких людей и противников феминизма, и противников моего видео про то, что нельзя пиздить иллюстрации. Есть много злых людей, есть много людей, которые просто делают какие-то слишком быстрые выводы, и как бы эмоциональных, которые особо не вчитываются ни во что. что нужно все это видеть и понимать, что это такое перед глазами, и кому это нужно, и зачем, и как это работает, вот. Как бы я публичная фигура, и то, что про меня придумывают и распространяют какую-то такую фигню, это просто как никуда от этого не уйдешь, и нужно спокойно к этому относиться. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо огромное всем людям, которые меня поддерживают на Патреоне. Гигантское-гигантское спасибо вам. Ребята, вы просто... я... спасибо вам большое. Отдельное мега-мега-мега спасибо четырем людям. Это Ника Резник. Ты пупуся. Миша Закарин. Господи, Миша, нельзя так делать, как ты делаешь. Каждый раз, когда ты увеличиваешь свою поддержку, я просто ору. Думаю, да что ж такое-то. Андрей Шивоев. Спасибо тебе большое. И новый человек. Макс Астарта Джуньор. Да, я тебя не знаю, но спасибо тебе гигантское. Просто гигантское. И, конечно, огромное спасибо Читай Городу за то, что они стали спонсорами этого видео. Блин, я очень рада, что такие ребята меня поддерживают. Блин, если вернуться, на самом деле, пару лет назад и сказать мне, что меня будет спонсировать Читай Город, и вы, и что у меня будет комикс, который продаётся в таких гигантских книжных сетях, я, наверное, очень сильно расплачусь и не поверю. Я сейчас тоже близка к тому, чтобы расплакаться. Я уже начинаю. Всё. Так, всё. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok